Всем привет, друзья! Мы продолжаем играть с модом The Hunted и строить парк динозавров на карте Вальгуэру. Приятного просмотра! Между сериями я подготовил площадку для бронтозавров. Она получилась довольно-таки большая. Я думаю, что туда можно запустить еще каких-то травоядных, возможно, марилатопса, трайка, ну и еще кого-нибудь. Теперь смотровой балкончик очень даже в тему. Ну, естественно, естественно, мы сделаем внизу тоже какую-то дорожку. Видите, я подготовил под нее место. Туда можно будет зайти из центральной части парка. Ой, упал! Почти сломался. Вот отсюда будет подъем, и вот где-то над заборчиком будет идти дорожка, с которой можно будет все это лицезреть. Помню, теперь надо доубиться, наверное, да? Давайте я все сюда скину и спрыгну еще раз. Напоминаю, что мы сегодня даем имена двум бронтозаврам и одному срокозуху. Имена дадим не в начале серии, как обычно, а чуть позже. Сейчас доделаем площадку, выведем еще одного бронто, запустим их туда, и потом будем называть. На пассиве, что ли? Убирания почему-то встали на пассив. Странно. Нам многого не надо. Я думаю, что мы посадим там еще деревья и поставим кормушку. Учитывая, что я хочу сегодня построить, и сколько на это уйдет времени, есть вероятность, что эта серия выйдет не в пятницу вечером, а в субботу утром. Надеюсь на ваше понимание. Медиум, мол, да, вот таких парочку. Так, тут у нас что, тоже есть немножко деревьев. Давайте все возьмем, а на месте будем разбираться, что нам понадобится. Видели, я сейчас обезьяны задел колючую проволоку. Мне придется, скорее всего, вот эти стены поменять на вот такие, без колючей проволоки. Потому что бронтозавры высокие, они, скорее всего, будут подходить и задевать. Эта проволока наносит очень много урона. То есть вот это вот все, это мои прыжки. Я уже 3000 здоровья потерял. Классная елочка. Она будет вот здесь в углу. Вторая где-то... Ну, пусть будет вот здесь. Скорее всего, вот это дерево я срублю. Может быть, оно и восстановится, но пока что уберем. Вот такое дерево где-то здесь будет вот так. Ух, большое. Прям очень много деревьев сажать я не хочу, потому что они будут застревать постоянно. Вот эта елочка будет стоять рядом с большой. Пару бревен можно положить. Я думаю, что вот здесь одно, а второе вот туда в угол. Даже не в угол, а вот здесь, в ложбинке. Это камни и стеквойки. Видите, они немного отличаются по цвету. О, кстати, пусть стоят вместе. Большой я тоже скрафтил. Хорошо. Мне кажется, что у бронтозавров должны быть в основном большие деревья здесь. Такие всякие. Мне нравится ставить их по углам. Во-первых, это не преграждает им путь. Во-вторых, это как бы немного выделяет этот загон в отдельную какую-то экосистему. На мой дурацкий вкус, как говорится. В принципе, посередине можно поставить одно дерево большое из стеквойки. Оно, по-моему, недорогое. Стоит около тысячи дерева. А может быть, пяти тысяч. Ну, в принципе, справимся. У нас бобер хороший уже. Единственное, от чего я боюсь, что здесь начнут спавниться дынонихи, анкилозавры или кто-то еще подобный. Так, это вот здесь поставим. Жалко, нет какой-то здоровенной прям скалы. Я бы обязательно ее добавил. Большое дерево? Нет, небольшое. Но оно сюда не подходит. Прям положим еще одно. Я думаю, что хватит. Еще буквально дерево два-три и достаточно. Одно вот здесь, одно где-то здесь. Это тоже большое, но оно, наверное, не подойдет, да? Хотя нормально. Да. Ну, в принципе, наверное, по деревьям хватит. Будем сажать секвою здоровенную или нет? Подозреваю, что в комментариях сейчас будет написано, что будем. Давайте одно скрафтим и просто посмотрим в натуре, вообще стоит это делать или нет. Потому что мне кажется, что они огромные, а загон не такой уж и большой. Можно, наверное, еще одно вот такое посадить. Ну, вот такую давайте сделаем, одно. Ну и давайте одну такую секвой сделаем. Пять тысяч дерева. Кошмар. Морилатопс, наверное, туда не очень подойдет. Можно туда паразаврика отправить. Думаю, будет окей. Давайте его сразу заберем. Пусть пока здесь стоит. Я думаю, что в следующей серии можете для паразаврика написать имя. Тех, кого я выпускаю в парк, мы будем называть. И, скорее всего, процентов 99, что те, кто попал в парк, они уже там и остаются. То есть я ими пользоваться не буду. Именно поэтому добывальщики попадут в парк в последнюю, наверное, очередь. Ну, либо одними из последних. Почему-то я думаю, что секвойя сюда не подойдет. Ну, ладно. Вот она. Блин, ну, гигантское дерево. Ну, реально гигантское. Либо ее ставить где-то прям по центру, что ли. Вот сюда куда-то. Ну, в принципе, можно оставить под вопросом. Напишите, что вы думаете. Как-то здесь темновато стало. О, это еще больше. Нет, вот второе я точно убираю. Я думаю, вполне. Осталось только кормушку. Набить немного ягодок. Кормушка будет где-то в центре вот здесь. Очень жаль, что у меня нет возможности создавать для них какие-то водоемы. То есть, сделал я загон. И где-то посередине небольшой прудик, допустим, чтобы они могли пить из него, да? Было бы вообще круто. Я этот вопрос мониторил. Даже нашел мод. Этот мод настолько сырой, что автор сам пишет. Прошу сразу простить, если будут баги, там, вылеты и так далее. Поэтому я, честно, боюсь его использовать. Так что пока будем без воды. Второго бронта я хочу все-таки с привязкой. Так что придется выращивать здесь. Вырастет огромный. Для яиц я сделал отдельный холодильник. Потому что в нем они хранятся максимально долго. Видите, одно уже почти протухло. А я все-таки хочу его использовать. Сразу закидываем, выкидываем. И что пишет? 5 минут 32 секунды. Хорошо. Теперь здесь смотрим радиус. Радиус подходящий. То есть вот куда-то вот сюда выведем. Одна секунда. Есть. К счастью, только один бронтозавр. Так, гнездо сразу забираем. Четырех бронтозавров мне просто-напросто некуда было бы деть. Привязка пошла. Еды не вижу почему-то. Здесь же есть ягодки. А, все, она закинула. Ну, я добавил. Так, пока бронта растет, давайте посмотрим, что нам нужно еще докрафтить. Во-первых, деревянные потолки. Соточку. Каменные потолки тоже соточку. А, все. Лома дерева, скорее всего, закончится. 147 уровней у трайка. Давайте, наконец-таки, его прокачаем. 150 уровень. Кстати, а у меня есть кто-то больше, чем 150, из тех, кого я приручал именно при помощи мода. 150. 150. 150. 150. Дальше просто-напросто прокачка не идет. Вот встает вот в этом месте. Здесь тоже сейчас будет 150. О, я же давно не заглядывал в сборщик. А ну-ка. Большое анкила. Большое карно. Большое трайк. Среднее пернодон. Это на что? Тини. 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 Такие яйца, я не знаю, куда девать. Седло на трайка суперерседл. А мы можем сделать? Кристалл, шелк. Да, можем. Шелка только нет, наверное, да? 13. Ну, мы знаем, где есть шелк, так что соберем. Интересно, прокоптодон будет своими лапами шелк собирать? Или все-таки надо это делать кнутом? Кстати, надо его починить. Это где делается? В инвентаре. Минус 20 шелка. Время? 8 вечера. Ну, ладно, успеем, наверное. Вот ребятки стоят. Объясню почему. Если вы просто поставите мод The Hunted, то они будут по умолчанию собирать с трупов мясо, сухожилия и так далее и тому подобное. Соответственно, нужно делать ини-настройки. Под этой серией внизу я ставлю свои ини-настройки для этого мода и ссылку, где можно прочитать, что эти настройки дают. Для себя я уже все настроил. Чтобы все это протестить, теперь надо почистить мир командой. Ну, либо убить всех, кто стоит в перегрузе. Давайте я вам покажу, что с ним происходит. Все, вот так. Вот, смотрите. Заходим в инвентарь и он просто-напросто забит нафармленным мясом и сухожилиями. При помощи ини-настройки я это вроде как отключил. Осталось только понять, работает или нет. Ну, давайте, наверное, почистим мир командой прямо сейчас. Как бы мне не было жалко этого Альфа-Рекса, появится еще. Прописал команду слева внизу. Нажимаем. Пропали. Ох, какой домик. Уже построили из камня. Пока нет никого, загляну. А тут нет сундука. А вот и нужные цветочки. Давайте сначала проверим про каптодон. Челка нет. То есть я испоганил. Понятно. А вот так собирается. Еще. Ну, тут довольно-таки много, так что нормально. Нам хватит. Пока никого нет. Можно спокойно подсобрать. Пауччи-читер. Зачистил мир командой и собирает шелк. Я вот, кстати, до сих пор не знаю, как приручаются шелкопряды. Если у вас есть информация, напишите, пожалуйста. Мне будет это очень полезно. Так. Ну-ка, иди сюда. Показать эмоции, Клэп. Ух, как классно. Держи. Крайне медленно хилиться. А что по скорости? Все хорошо. Спасатели Малибов. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ру. Так же начиналась каждая серия. Пока шла ночь, наметил смотровую площадку там, где она должна быть. Вот примерно вот так она выглядит. Заход идет из парка. Пока что это только скелет площадки. Позже мы ее улучшим. Единственное, что я подумал, вот эти стенки, наверное, есть смысл заменить на непрозрачные. Вот где-то, наверное, вот досюда. Все. Осталось только обозначить пиларчиками точки привязки. И все будет окей. Вот ребята хотят меня скушать. Пиранью опять убили. Да что ты будешь делать? Ну, мне кажется, загон начинает приобретать какой-то нормальный вид. Ну вот, в принципе, и готово. На улице темновато. Время 9.50. То есть это у нас просто погода такая. Хочу проверить, будет ли Бронто биться о колючевую проволоку. Ой, 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 назад. Вы видели, сколько хп слетело? 850. Он сразу покраснел. Все, вот эти заборы надо менять. Готово. Можно запускать туда Бронтозавров. Бронтозаврика и Трайка мы запустим в следующей серии. Можете для них придумывать имена. И кто же не наспавнился в загоне? Вот этот момент меня тоже пугает на самом деле. Довольно приличная скорость, надо сказать. Можно, кстати, сразу ягодки собрать. Прокорми себя сама, как говорится. Итак, рандомайзер выбрал следующие имена. Сарказух теперь килька. Первый Бронтозавр Бароня, второй Бронтозавр Бертик. Это, конечно, самка. Но рандомайзеру не прикажешь. Назвал. Давай седло. Поведение. Нейтральное, наверное, да? И поведение включить блуждание. Радиус реагирования низкий, чтобы она защищала только себя. В этот вольер, ну, максимум еще 2-3 небольших Дина. Трайк, Паразавр. Ну, может быть, еще кто-то и хватит. Посмотрим, как это будет выглядеть. Чуть позже узнаем. Во-первых, сбор ресурсов. Ресурсы собирают теперь на кнопку С. На левую кнопку мыши просто удар. Зачем поменяли, непонятно. Может быть, для того, чтобы во время боя не нафармливать себе полный инвентарь. Кстати, вместе с Destroy Wild Dino пропали и постройки НПС. 309, плюс кровотечение. Постой же, дай добить. Хочет жить. Ну, ладно. Вот он не хотел. Очень неплохо. Смотрите, что с Раптором произошло. Это мощь, машина для убийства. Никуда. Комсумир, мой френд. На, еще. Хорош. Так, ты что, идешь драться? Нет. А как же приручаются диплодоки? Пока что ни одного маленького не видел, не встречал. Диплодок 15, 85. Танкила, Листра. Ну, может быть, опять же, надо найти просто именно стаю с охранником. И тогда я смогу украсть яйцо или приручить малыша. Бронтозавр, бронтозавр. А может быть, они взрослыми приручаются? Ну, давайте подойдем. Как делишки. Как детишки. Да нет, вроде. Оглушение. Отсутствует. Ладно, надо разбираться. Эта серия получается строительная. Но и весь этот сезон посвящен парку динозавров. Так что от стройки мы никуда не уйдем. Ее будет много. Мне вот интересно. Откуда это дойдет. Постепенно здесь все превратится именно в парк. Ага. То есть надо было идти от этой стены, да? Все, понял. Убираем все, что поставили. Ставим заново. Вот так у меня все и происходит. Ставил, ставил, ставил. Все, убираем. Потом еще что-то находится. Опять все убираем. В парковой зоне я хочу обустроить небольшие загоны, вольеры, террариумы. Чтобы спускаясь вниз, можно было по кругу вокруг озера по ним прогуляться, посмотреть, кто в них обитает. Это немножко тяжело, потому что озеро не квадратное, не круглое, ровное формы. Оно вот такой сарделькой непонятной. Мне придется как-то это все квадратными фундаментами обходить. Ну, посмотрим, как у нас это выйдет. Плюс ко всему, здесь вокруг озера я тоже хочу, чтобы были такие, как помосты. Чтобы можно было посмотреть, что здесь происходит. Тут будет плавать бобер, выдра, саркозух. Возможно, еще кого-то мы приручим, тоже сюда запустим. Естественно, хочется на все это посмотреть. Сегодня вот здесь в углу мы построим террариум. И запустим туда двух титанобоа. Мне кажется, будет прикольно. Я думаю, что особо высокий строить не нужно. Вот где-то четыре стеночки в высоту будет достаточно. А может быть, даже и трех хватило бы. Ну, поставим четыре. Я думаю, что здесь тоже понадобится генератор. Куда-то вот сюда его поставить. Потому что рядом тоже будет похожий загон с кем-то. Пока еще не решил с кем. И, естественно, оба вот этих загона мы будем освещать. Освещать бронтозавров, это просто-напросто нерационально. Я даже не представляю, сколько нужно генераторов там разместить, да? Сколько лампочек и так далее. Они будут видны только днем. А вот здесь мы вполне можем с этим справиться. Кстати, наверное, я поторопился все закрывать. Вот так оставлю. Вот такое у меня получилось помещение. Я думаю, что задние стенки нам просто-напросто не нужны. Вполне достаточно будет вот так с двух сторон оградить. Для меня это будет экономия ресурсов. И, в принципе, ни на что не повлияет. Здесь им будет вполне комфортно. Мне нравится сочетание дерева с металлом. Я не перестану это повторять. И вообще в этом парке дерева и камня будет много. Потому что мы не на Рагнарике. И фармить хитин мне крайне тяжело. Поэтому мне приходится постоянно обворовывать бобров. Хоть там и оверспаун. Но, сами понимаете, на хатках не разбогатеешь. Все равно приходится помучаться. Дальше дело техники. Наш любимый моделган. И вперед. Вот здесь ставим угол. Здесь тоже угол. Вот такой получается. И по кругу. В принципе, можно не тратить сильно время. То есть, если вы сделали где-то угол, вы можете его скопировать и вот туда поставить. Так, стоп. Копировать и поставить, говорю. Мне кажется, получается очень даже неплохой террариум. После того, как свет там зажжется, будет гораздо лучше. Теперь нам надо сделать внутри какое-то убранство. Что мне там еще нужно? Какие-нибудь камушки. Не знаю, возьмем разные. Они все здоровенные, да? Вот маленькое такое можно какое-то. Не припомню, чтобы я когда-нибудь выводил титанобоа из яиц. Я сейчас их первый раз, наверное, увижу в малюсеньком состоянии. Первая есть. Вторая есть. Тихо-тихо. Закрымить. И... Блин, придется убрать насест. Если честно, где-то в глубине души я думал, что детенышей будет не два. Хорошо. Так, это я забираю. Они немного разные, раскраски. Но классные. Единственное, я не хочу, чтобы они провалились под землю. Титанобоа. В переводе – гигантский удав. Род вымерших змей, единственный в своем роде. Судя по строению скелета, откуда взялось название, являлась близким родственником удава. Обитала на территории современной Колумбии 61,7-58,7 миллионов лет назад. Ископаемые останки змеи были обнаружены в угольной шахте близ местечка Серихон. Канадские и американские зоологи, проделав сравнительный анализ скелета, пришли к выводу, что змея могла достигать 13 метров в длину и весить более тонны. Самой же длинной из пойманных змей была гигантская анаконда длиной 11,43 метра. И хотя сохранить эту особь не удалось, ее длина была достоверно задокументирована. На данный момент длиннейшей змеей считается 9-метровая анаконда, которую содержат в Нью-Йорке в зоологическом сообществе. Так как змеи хладнокровны, открытие только подтвердило то, что место обитания данного существа должно быть более теплым, нежели предполагалось ранее, со средней годовой температурой примерно 30-34 градуса тепла. Теплый климат Земли во времена Боа позволял хладнокровным змеям достигать гораздо больших размеров, нежели современным потомкам. Палеонтологические раскопки, проводящиеся в настоящее время, подтверждают эту теорию. Поскольку титана Боа была большим животом, ее рацион питания был довольно-таки богатым. Она могла охотиться на птиц, мелких, млекопитающих, таких рептилий, как крокодилы, черепахи и мелкие змеи. Есть теория, что титана Боа могла охотиться даже на рыбу. Но на этот счет ведется немало споров. Хоть изначально и считалось, что титана Боа была высшим хищником пищевой цепочки палеоцена, исследователи обнаружили у нее высокое положение небных зубов, что подтверждало возможное включение рыбы в рацион. Титана Боа была довольно-таки медлительная из-за своих размеров и жила вблизи водоемов. Сейчас я дождусь, пока они вырастут. И потом переведем их в наш террариум. Ползут гадины. Стой, стой! Блин. Блин, я поломался. Так, одна, вторая. Вообще не вовремя. Они настолько неуклюжие, что мне, скорее всего, придется здесь разбирать проход. Потом собирать заново. Поведение. Включить блуждание. Поведение. Включить блуждание. Подниму я им хп немного. Здесь они вообще, в принципе, в безопасности. Хормушка будет где-то здесь. Чуть позже я в нее закину иду. Пока что, не знаю, сидят они или нет. Вот так этот загон выглядит ночью. Кстати, я сюда прозрачность не сделал. Копировать, вставить. Отлично. А, вот еще место с косяком. Здесь нужен угол. Вот такой. Экран немного моргает из-за того, что я покалеченный. Но я думаю, понятно, да, как это выглядит. Они немного тупят. Я вот вижу. Напишите ваше мнение, как вам такой загон. Мне кажется, вполне пойдет. Все, ребят, на этом строительная серия закончена. Если понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Встретимся в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok